Микс Ньюс Отличное, личное, личное утро Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро Каждую пятницу на радио Болтком После 9 утра Личное утро Доброе утро, мы продолжаем наше утро на Болтком И сейчас у нас гость, прекрасная Вера Бондарь, это художница И в данный момент у нее проходит выставка в холле Риэтума Банка Это будет первый вопрос, который мы зададим, что это за выставка А я, конечно же, забыла представить, что со мной вместе еще Олег Пеха и звукорежиссер Евгений Копинцев И не одна здесь сижу Я не ушел никуда Мы все здесь, да Вера, доброе утро Доброе утро Что за выставка, рассказывай нам скорее О, это моя такая первая выставка такого большого масштаба Там порядка 140 работ выставлены И работы совершенно разных годов Есть и самые ранние, если я не ошибаюсь, с 2007 года Вот И я сниму такие наушники Вера пытается найти удобное для нее положение Снимает наушники, надевает наушники Да, я впервые в таком роскошном радио И выставка будет длиться до 28-го числа И она, вход свободный Можно прийти в любой момент с 9 утра до 6 вечера Когда банк работает по рабочим дням На лигу, соответственно, наверное, закрыто будет На лигу лучше праздновать Вера, ну ты работаешь все-таки в такой классической живописи Да, так случилось, что я действительно увлеклась больше классической живописью Но я не обещаю, что творческие ветра меня могут унести И куда-то в новые эксперименты в будущем Но вот на данный момент, даже за последние 10 лет условно От тебя мы же не видели, как я говорила, красных квадратов Я не знаю, каких-нибудь видеоинсталляций Почему нет? Сейчас это очень модно Ты знаешь, я думаю, что потому, что вот эти 10 лет Ну, то есть я порядка 14 лет уже занимаюсь этим Четыре первого года я увлеклась классическим академическим рисунком В студии Людмилы Перец А потом я стала увлекаться больше живописью Поступила в академию И живопись мне даже давалась довольно с трудом Не сразу Потому что живопись такая, она очень субъективная И она... То есть у меня очень аналитический склад ума И она мне сначала просто выносила мозг Почему? А что нравилось больше? А вот в том-то и дело Сначала мне нравилось все Мне нравилось и много работ наших студентов И классики И, в общем, я была такая очень всеядная и неразборчивая Потом я чем больше стала углубляться И понимать основы живописи Тем больше я стала разделять И для меня сейчас это... Живопись это, в первую очередь, интересный колорит Который завораживает На который хочется смотреть бесконечно И каждый раз, когда картина перед тобой Она для тебя совершенно новая То есть, когда ты смотришь на картину Первую долю секунды Это одно впечатление Первая минута Это другое впечатление И когда она перед тобой уже 10 минут Это вообще... Ты просто погружаешься в нее И постоянно вот... А легко свои работы В которых ты вложил столько сил, душ Вот так вот посмотрел Они вот такое впечатление на тебя производят Потом взять и отдать их Там, не знаю, продать, например Подарить Это надо делать Потому что надо отпускать иногда Как это, да? Куркуль такой сидишь По своих картинам Нет, я в этом плане не жадна И более того, чисто потому что Их много Их просто негде хранить И я даже рада, если они будут где-то висеть Кого-то радовать В принципе, они же для этого и созданы Чтобы они радовали Они лежали где-то там на полочке У стеночки Пылились Некоторые художники не могут закончить картину То есть говорят, что, по-моему, у Леонардо да Винчи Буквально отбирали Он все еще там... Кто-то прибегал к заказчику Еще дорисовывал из-за русских художников Да, ну вспомним Врубеля Который на своей уже выставке У Третьякова Каждую ночь поправлял картину с демоном И публика приходила на следующий день Посмотреть, какой же сегодня демон Вот И в этом плане Я думаю, что Я немножечко Такая более Легкая В плане того, что Иногда мне бывает лень Я понимаю, что вот то, что я хотела выразить Я выразила А вдаваться в какие-то детали Там что-то прописывать Дорисовать Мне лень И я точно знаю, что если я это буду делать То в конце концов я потеряю всю свежесть работы Я потеряю вот это главное впечатление Которое мне хочется произвести на зрителя И я люблю вот эту оставлять недорисованность Эскизность И самое главное Вот я люблю это сравнивать с анекдотом Чем короче, тем интереснее Тем больше фантазия может додумать Тем больше зритель может Себе Нафантазировать Да Потому что на самом деле Вот Я удивляюсь, насколько по-разному Люди воспринимают одну и ту же работу Вплоть до того, что Кто-то даже со мной спорит Нет, это солнечная погода Я говорю, ну вообще-то нет Это было пасмурно Нет, это солнце Хорошо Вот Я угадаю эту мелодию с трех ног Но это настолько непредсказуемо И мне нравится, когда люди говорят Мне очень нравится эта работа Она прекрасна И начинают рассказывать, что там они увидели И это совершенно не то, что я это вижу Вот Это другие ассоциации Да, хотя это может быть простой пейзаж Где кажется, что ну все сказано Все же очевидно Вот трамвайчик, вот там дерево Вот Сколько людей, столько мнений Именно, да А как вот художнику сегодня Себя прокормить? Можно? Трудно? Можно Ты знаешь, можно И на самом деле Я не могу сказать, что Шикуешь? Вот там да дело Я не шикую И у меня нету цели шиковать Потому что если бы я занялась искусством Как бизнесом То я бы не смогла создать эту выставку Которую вот сейчас Потому что многих работ У меня бы просто не хватало сил их создать Вот Я сохраняю для себя свободу Независимость Чтобы я могла в любой момент Вот хорошая погода Я взяла и тюнек И поехала куда-то на природу И не хочется сильно зависеть От каких-то обстоятельств И мне нравится эта легкая свобода Наверное Это я, конечно, может быть оправдываю Для кого-то я оправдываю свой лень Вот Но очень хорошо оправдываю Да Отлично Я пришел Вот это блинк Это был, значит, у нас пришел Ватсап Какой адрес выставки? Все-таки просят назвать А, ВС-7 Улица ВС-7 Это здание рядом у банка Да Просто, ну, мало ли Просто, ну, хотели бы узнать адрес И можно не бояться зайти внутрь банка Выставочный зал прямо справа Откуда? С правой стороны Он небольшой, очень уютный Так 140 работ Да, ну, он сам зал Он большой Зал, мне кажется, он небольшой Но он сделан по такому Как бы Как лабиринт Поэтому там много Достаточно стен Где можно разместить Работу Вера, тебя обожают Это обижают, когда говорят Что ты рисуешь, а не пишешь? Ну Не, я как-то к этому К таким мелочам не придираюсь Я понимаю, что Я тоже могу Какие-то ошибки сказать Если я буду придираться Ко всем То нужно из себя требовать Да, ну, вот по поводу Шиковать И лени И так далее То есть Ты выбрала от себя Такой путь Что Ты финансово независима Но при этом Ты и не зависишь От бизнеса как такового То есть Для тебя рисунок Это не бизнес Это все-таки удовольствие Да, это именно удовольствие Это именно изучение И что такое искусство И живописи И даже изучение себя Я вот сейчас на таком моменте Когда я чувствую Что все вопросы Связанные с живописью Я практически решила И... Ты имеешь в виду точку Технику Да, то есть У меня есть техника У меня есть понимание У меня есть Уверенность в себе При этом У меня сейчас Как бы То есть Я ухожу от стадии Ученичества Когда я пытаюсь Что-то исследовать Что-то понять На кого-то Смотреть С художника И перехожу в стадию Когда мне нужно Уже искать себя Больше себя Больше себя Ну, ты знаешь Я думаю Что это Действительно сложно Я думаю Это в любом В любой сфере Это сложно Искать себя А как это произошло Ты ищешь себя Кто-то И ты понимаешь Ага, окей Я художник Потом начинаешь Искать себя Какой ты художник Да? Ну, вот ты знаешь Когда ты устраиваешь выставки Ты больше видишь Перед собой эти работы И ты видишь Себя со стороны Вот Что это за человек Который смог Создать такие вещи Вот И я действительно Как-то вот Я смотрела на эти работы Думала А вот кто я Какая я Ну и какая Расскажи Ну, я думаю Что я добрая Я думаю Что я оптимист Я думаю Что я романтик И В каком-то моменте Даже, может быть Меня могут назвать Консервативным романтиком Вот Но я За человеческие ценности Это чувствуется в картине Да? Очень чувствуется Кстати А вот В современном мире искусства Такое ощущение Что художник Это Ну, вот Как Какой-то Ну, не знаю Лайнер Или вот Ну, крейсер Который окружает Огромное количество Я не знаю Ну, вот Других кораблей То есть Он нуждается в том Чтобы обязательно был галерист Ну, то есть Вот к ЦАЧи Там Дэмиан Хёрст Который тебя раскручивает Ты должен быть Обязательно В какой-то Вставлен Вот в эту систему Всевозможных Не знаю Тусовок каких-то Чтобы о тебе все время говорили Ну, то есть Вот Ими раскручивают художников Сейчас как поп-звезд Практически Да Это совершенно верно Я даже читала На этой книге На эту тему Что Во многом Есть какие-то приемы Которые используются В музыкальной индустрии И применяются В изобразительной Ну, не только Изобразительном искусстве Вот Но Я бы сказала так Для художника Очень удобно Чтобы за него решали Все вот эти вопросы Был человек Который был бы Его менеджером Который бы его везде Представлял Продюсировал У тебя есть такой человек Специально обученный человек? Пока Это я Больше Потому что Ну, пока я не нахожу Таких людей Которым Ну, скажем так Было бы, во-первых, интересно Во-вторых Они бы готовы были Вкладываться Потому что Неизвестно Это принесет денег Или нет Я не могу гарантировать Что я буду платить Ежемесячную зарплату Вот Потому что я не всегда Свои расходы могу покрыть Вот И плюс Я пока занималась выставкой Мне это заняло Два с половиной месяца Но фактически Это все Мое время занимало То есть Я могла Какие-то параллельно Делать там Подработки А вот так вот Прийти в мастерскую Просто рисовать Это у меня могло быть Ну, хорошо Если полтора часа в день Вот Я видел Очень много портретов Кроме Пейзажа Натюрмортов Вот Сам жанр портрета С появлением фотографии Вот Изменилось ли его предназначение Потому что Да, изменилось Конечно Просто вот люди хотели Оставить свой образ на века А сейчас Зачем нужен портрет? Вот Почему? Он нужен, я считаю И Все-таки Художник Имеет преимущество Перед фотографом Потому что Фотография Все-таки Это документальность Вот Какой человек есть Такой есть Да, конечно Есть сейчас Там Например Можно придумать Какие-то образы Устраивать Там Макияж Прически Там Всякое такое Фотошоп Можно использовать Компьютерную графику Но при этом Художник Он может Просто Придумать Какой-то образ Уйдя Немножко В шаржевость Или немножко В какую-то Цветовую Экспрессию Или Еще как-то И Такими простыми Способами Лаконично Создать Яркий образ И Это фотограф Не сможет сделать А если Ну В случае Когда Заказчик Вот Просит Ну Как и раньше Там Изобразите меня На коне А вот Изобразите меня Более Вот Красивым Чем я есть На самом деле Вот Какие-то Такие Ну вот Знаете Я это называю Немножко Мещанством И Мне это Неинтересно Когда Мне это Предлагают Я понимаю Сразу Что мы Не сойдемся С человеком Это будет И Для человека Головная боль И для меня Головная боль И я стараюсь От этого уходить Раньше Я готова Была В любую Авантюру А сейчас С опытом Я понимаю Что это Того не стоит И Я Скорее Люблю И Причем Я вижу Результат Гораздо чаще Хороший Когда Я говорю Так У меня есть Образ Приходи Ко мне Мы Нарисуем Вот И Тогда Я вижу Результат И удовольствие И человеку Интересно Что получится И у него Нет ко мне Претензий И мне Интересно Что получится И я не завишу От чего-то Мнения Я контролирую Процесс Сама И я знаю Что я хочу К чему прийти А когда Начинаются Две головы Когда начинается А вот можно Мне носик Туда-то А это так-то То я начинаю Сходить с ума Потому что Я понимаю Что это уже Не моя работа Это уже Не мое Видение Я не контролирую Процесс И процесс Мне уже Не принадлежит Мне хочется Все бросить Сказ Все Дальше Без Дорисовываясь Да А конкуренция Сильная В вашей сфере Потому что Например Если посмотреть По галереям Которые представляют В том числе Латвийских художников Во-первых Их много Они очень активно Выставляются Активно продаются И там Цены Мягко сказать Так Прям хорошие 4-5 тысяч евро Это Запросто Абсолютно То есть Вот Как конкурировать Как вообще Происходит Процесс Ценообразования Ты сидишь Такая Думаешь Хочется 8 тысяч Но тот попросил 4 Поставлю К 3 Так Это может Или как Или какая-то Система Ценообразование Это вообще Отдельная Тема И это Действительно Действительно Очень сложная Тема Но я Скажу Из того Что Если Человеку Нравится И он Готов Заплатить Эти Деньги То Мы Сходимся Если Он Не готов Заплатить Эти Деньги То Пусть Или мы Решаем Какую-то Другую Сумму Или Пусть Пройдет Время И И Пусть Накопят Пусть Накопят Или Пусть Еще Что-то Произойдет И Вдруг Может Все Решится И Такое У меня Бывает Часто Что Я Не Спешу Как Ну Как Скать Я Не Тороплюсь Да Я Сейчас Буду Противорить Немножко Тому Что Я Говорила В самом Начале Что Я Легко Отдаю Картины Что Если Им Нравится То Пускай Они Радуют Людей А С Ниже Чем Вот И Если Мы Не Сходимся На Этой Цене То Не Фак Что Стоит Вот Спрашивает Как раз Виталий Сколько Зарабатывают Художники Ну Вот Все В одну Тему Да Сколько Зарабатывает Художник Минимально Жуточный Ну Минимально Художник Будет Вообще Не зарабатывать Он просто Может Дарить Картины И все Это Для него Хобби А максимально Есть же Художники Миллионеры И миллиарды рынка Но я не уверена Здесь вот Дополнение Сразу Он пишет От чего Зависит Цена От размеров Картины От имени Или вот Вопросительный Знак То есть Картина Большого Размера И маленького От всего От всего От всего И действительно Ну что значит Размеры Ну Нельзя вот Мерить Картину Потраченное Количество Материала Такими рамками Да Да Можно вообще Можно сказать Багет Классный Я куплю Потому что Мне нравится Вот этот Золотой багет Как там В Версале Отличный подход Не важно Что нарисовано Но багет Классный Ну я не знаю То есть Это нельзя мерить Это действительно Это настолько Тонкие вещи Которые Я не могу Вот взять И сказать Таблицу Вот Вот Уравнение Такое А есть картины Которые не хочется Продавать Категорически Слишком близкие Слишком интимные Слишком Свои Я наверное Такой человек Который Если уж Нарисовала Что-то То уже Поделилась То уже Как бы Оно Не совсем Мое Оно Уже Не совсем Интимное Ну если Вот знаешь Допустим Ну не знаю Я там Как человек Пишущий Например Могу взять Свои Первые Или Не знаю Какие-то статьи Которые Когда-либо В газету Еще писала Почитать И посмотреть О господи Как же я Так плохо писала Несравнимо Как сейчас У тебя есть Такое Что ты глядя На свои работы Пятилетней давности Думаешь Да ладно Ну что я такого Натворила Ну когда я смотрю На свои первые работы Я даже иногда Их показываю Сым ученикам Которые думают Ну да Ты так хорошо рисуешь Ты такая Молодец Я выставляю Говорю Вот Вот так я рисовала В начале И не надо А там что-то Как коняшка Да Пост отдельно Ну там из разряда Да То есть Две палочки И там Вот мой этюдик Тут Виталий Он становится Третьим Я понимаю Участником В экскурсии Да Даже четвертым Четвертым Вам нравится Картина Ротка Это искусство А цена Соответствует Ну вот я понимаю Что все По поводу Современного искусства Да Вот видите Если Четыре тысячи И более Значит это ценно Вот что такое цена Ротка нравится К Ротка Я отношусь Уважительно Но признаюсь Честно Я ни разу Не видела его Вживую Я все пытаюсь Доехать до Дагурф Посмотрите Вот там Хотя бы Вот Почему отношусь Уважительно Потому что Он придумал Интересный подход Он в принципе Довел теорию Кандинского До максимума Кандинский Говорил о том Что Искусство Может как и музыка Воздействовать На человека Подсознательно И чем меньше Деталей И больше Вот он Оперировал Именно на цвет Чем больше Цвета Тем больше Вот это Чисто интуитивное Восприятие И Ротка Сделал именно так Чтобы мы Смотрели на цвет И получали Именно интуитивное Восприятие Мы сейчас Прервемся на новости И продолжим После непрошенного перерыва Ну что Художник Или художница Все таки Вот я всегда С своими С блогерками Мы разобрались Художница или художница Давайте таки Художница 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 Девочка Девочка у нас в студии Художница Вера Бондаря Сегодня у нас в студии Евгения Шафранок Я И Олег Пека Рядом Евгений Копеин Помогает Мне кажется Вот мы за эфиром Начали очень интересную тему По поводу того Что делает художник А художник Да Вера Вопрос Я его Пороу еще раз повторить То есть Чтобы быть врачом Нужно закончить вуз Чтобы быть художником Надо ли закончить вуз Или можно взять И нарисовать Научиться хорошо писать Начать выставляться Но все равно не художник Ты в ассоциации не состоишь Или надо в ассоциации Вот нужна ли бумажка Для того чтобы я мог сказать Что я художник Как стать художником Когда ты начинаешь считаться художником В какой момент ты начинаешь считаться художником Ну вот насчет бюрократии То вот я закончила академию Я магистр живописи Но сколько я уже в свободном полете Меня ни разу не спросили про диплом Не знаю Может быть заградывали в мою CV И впечатлялись ремарка Что я магистр Но вот прям откровенно не спрашиваю Скорее смотрят на работу И сразу понимают Что я за человек И что можно со мной Вместе работой сделать Вот А насчет того Как стать художником То я считаю Что не обязательно идти в академию какую-то Не обязательно мучиться там 7-8-6 лет А важно иметь хороших преподавателей И это должны быть действительно люди Профессионалы, хорошие художники И я считаю, что нужно начинать именно с классического искусства Потому что понимая классическое искусство Мы понимаем Как развивается вообще живопись и культура в целом Как только мы понимаем Как работали такие мировые звезды Как Рембрандт, Веласкес И Гоя И все-все-все Там тот же Да Винчи Мы можем продлить их путь Мы можем стать теми потомками На тот фундамент, который они заложили Вот я часто видел в музеях Что стоят копиисты Ну то есть делают копии картин Нужно ли учиться копировать Да, нужно Это вообще потрясающий опыт А не сбивает ли это вот Ну не сбивает ли это как бы со своего стиля То есть ты копировал, покопировала Я очень много копировала Я с удовольствием копирую Иногда, когда мне хочется рисовать Но сейчас реже Но раньше так было Что я не знаю, что рисовать Я с удовольствием беру работу художника Которая мне нравится И копирую И получаю огромное удовольствие И вот мы за эфиром говорили На тему колорита Вот что придумали красивый оттенок синего Да, и Эвсон Кляйн Синий Кляйн от цвета Придуман черный Вот насколько ты вообще веришь в это Насколько это не пиар А действительно Там синий Кляйн Ну это прям вот синий Я скажу Вот я хотела сказать то Что я ответила тебе в ответ за эфиром Что вот копируя Великих мастеров Я всегда поражаюсь тому Что у этих художников У них не было такой широкой палитры Красы Которую нам сейчас дает Современные технологии При этом Глядя на их картины Мы восхищаемся колоритно Мы восхищаемся и яркими цветами Хотя у них не было этих ярких цветов Но это и есть мастерство Имея ограниченное средство Создать настолько яркие впечатляющие полотна Когда мы думаем Что там такие оттенки фиолетового Там такие оттенки изумрудного И другие оттенки А на самом деле Там всего лишь тонкие градации Какого-то серого Коричневого И все А вот вы в профессиональной своей среде Допустим Говоря о той же палитре Клорите Вы используете вот эти вот там Кучу названий Кабальтовый Синий например Да Лососьовый Лосось Или вот такие Ну синий как у Мане Например И все знают о каком идет речь То есть вот сколько цветов вы вообще Различаете Я провела интересный эксперимент С своими ученицами Когда они начинали у меня заниматься живописью Я им вообще говорила У вас четыре краски У вас есть белило У вас есть черное У вас есть желтое У вас есть красное Все И вот вам натюрморт Нарисуйте И чаще всего я ставила натюрморт Какой-нибудь вообще на ограниченной палитре То есть только белые предметы Только Там Красные предметы И я их заставляла Вот этими четырьмя красками Найти как можно больше широкую гамму И у них получались очень хорошие работы Они смешивали Да Именно да В сочетании смешивания И бывает действительно Как там добиться зеленого Я говорю Ну вот смотрите У вас есть желтое и черное Вы можете смешать Там Получите у вас оливковые цвета А рядом положите Какие-то холодные красные И эти оливковые окрашиваются В более холодное зеленое Например За счет вот этого Оптического смешения Когда Ты кладешь На самом деле Одну краску Но в сочетании с другой Она обретает Какой-то интересный оттенок Дополнительно То есть не все картины Которые мы видим Имеют по-настоящему Такие цвета Именно И этим полезно Копирование Ты начинаешь Такие для себя Интересные секреты Открывать Когда Вот изучаешь Мастеров Но я расскажу Дальше про своих учениц Когда Они уже Освоились На этих заданиях Я им дала Неограниченную палитру Вот я говорю Приносите любые краски У вас будет там Яркий натюрморт И тут я понимаю Что у них просто Начинается Взрыв мозга А вот мне Вот эта желтая Класс Или вот эта желтая Или вон ту желтую Потому что большой выбор Всегда делает Выбор сложнее Да И они теряются И они начинают Использовать Какие-то простые приемы Которые им знакомы Вместо того Чтобы искать Более тонкие Более сложные Более интересные Как ты относишься Вообще к современному искусству Вообще Вот здесь Виталий спрашивает Что такое искусство Очень похожее Да Что такое искусство И как ты к нему относишься Как ты относишься К современному искусству Ну я считаю Что художник Современный Должен быть В первую очередь Мастером своего дела И вот например Пикассо Который ушел В кубизм Ну не абстракционизм Вот в эти все Эксперименты Он изначально Был классический художник У него была Основа классической школы Вот Многие современные Художники К сожалению Они не могут Вот нарисовать портрет Они не могут Даже ну набросок Портрета И я считаю Что это большое упущение Потому что Художник С лица ограничен Вот он вошел В свою клею Он из этой клея Не уйдет Потому что У него нету На это навыка Пока people have Черный квадрат Будешь рисовать Черный квадрат Ну про черный квадрат Все иронизируют Но я считаю Что все равно Малевич гений Потому что он Сделал черный квадрат В начале 20 века Когда все Только вчера Видели Рубенса И вот всю Эту вот академию Это было новаторством Сейчас Черным квадратом Действительно Никого не увидишь Вон наш телефон Это черный квадрат Да Но в любом Это очень круто На самом деле Я забыла свой вопрос Но по большому счету Современное искусство Оно все равно Построено на эпатаже Оно пробуждает Как правило Такие низменные Какие-то Рефлексы И желания Потому что До того же Демиана Херста Взять Который Ну Ну Просто Мне кажется Хуже даже сложно Найти человека Который Больно там Противно Все это сделать Но Это вопрос Конкуренции Когда ты хочешь Выделиться И получить Вау-эффект То тогда Надо эпатировать Публику Ты почему не эпатируешь Публику? Где твой Вау-эффект? Потому что Для меня Человеческие ценности Важнее О как Репродукция И картина Вот Поскольку Перед нами Лежит Репродукция Репродукция Картины В основном Вот Насколько Репродукция Передает Насколько Мы можем Доверять Потому что Ведь большинство Из нас Лучше не доверять Лучше Смотреть Вживую Потому что Многие Кто Например Приходили Ко мне На открытие Выставки И они Видели Мои Работы В интернете И они Подходили Вообще Вживую По-другому А есть У тебя Такой опыт Что ты Приходишь В музей И Видишь И вот этот Вау Эффект Он все-таки Есть Потому что Репродукция Репродукция А живой Климп Это Рубеля Репродукция А4 формата А потом Ты приходишь В музей И понимаешь Что там Вообще На всю стену Картина Это Вау Это Масштаб А если Помнишь Мы с тобой Говорили До эфира О том же Климпе Который В своих работах Стал использовать Листовое Золото И поэтому Его картина И так Светится Конечно Репродукция Этого не передаст Конечно Может быть Какой музей Тебя действительно Поразил Больше всего Или какой Автор Именно художник Поразил Тебя больше всего Ну ты мне Такой вопрос Задала Каждый Художник Который Меня поразил Это Такая любовь Которая Помнишь В любом случае Ну вот Сейчас Из моих Таких Ориентиров Наверное Это Врубель И Мне очень Нравится Есть Такое Направление Которое Мало Слышно Клуазонисты О господи Да Это Художники Которые Делали Упор Именно На Цвет Они Порой Пренебрегали Формой Пренебрегали Этими Сходством Им Важен Был Цвет И ощущение Вот Общая Как бы Вот Если это Фигура Которая Сидит Вот Что это За настроение Нет Такого Слова В гугле Скажи еще Раз Клуазонисты Это от французского Клуазон Перегородка Они использовали Клуазонистов Нет Даже гугл таких не знает А Вера знает Клуазонизм Тогда набери Хорошо Мы поищем Это от французского Клуазон Перегородка Они использовали Контурную линию И Закрашивали цвет Просто вот Закрашивали Ну Чем-то это можно С современной раскраской Но это не Примитивная Современная Рассказка Или с Кандинским Наверное Может быть С работами Кандинского Должен ли художник Быть голодным Вот для того Чтобы творить Я считаю Что физически Голодным Он не должен быть А вот духовно Должен быть А что значит Духовно голодным Для тебя Это когда Тебе любопытно Когда тебе Все интересно Когда тебе Не давали краски И ты думаешь Слушайте Ну какие вечеринки Какие тусовки Я сейчас пойду И порисую Идите все В сторону Кстати на тусовке Ты очень много Вот участвуешь Например В каких-то Светских мероприятиях Где рисуешь портреты Например Пишешь Что-то Окружающих И к тебе постоянно Стоит очередь Я ни разу К ней не попала Ни разу Приходишь Очередь Уходишь Очередь Постоишь Очередь Отвернешься Уже перед тобой Кто-то стоит Это честно Это правда Людям хочется Чтобы их написали А тут такая возможность Да Сидвер и пишет Как ты относишься К такому виду Деятельности Для тебя Это дополнительный Заработок Просто Или это тебе Просто В огромное удовольствие Или ты вообще К людям Настороженно относишься Порисуешь А потом неделю И никого видеть Не хочешь Я с удовольствием К этому отношусь Мне нравится Создавать людям Скажем так Праздник И мне нравится Что многие люди Которые ко мне подходят Для них действительно Это первый опыт Они говорят Вы первый человек Который меня рисует Вживую И я понимаю Почему Потому что Многие сейчас Фотографируют А вот пойти Обратиться к человеку Нарисуйте меня Люди очень стесняются Люди стесняются Люди Не знают А каково это будет Это же надо Сидеть позировать Это же надо Это вообще непонятно Что будет Лепить селфи Это не позорно А вот подойти К художнику И попросить Нарисовать себя Это уже как-то Немножко стыдно Так? Не знаю Ну вот я Слышала такие отзывы Честно Мне сложно Заглянуть В чужую голову И посмотреть Что же там происходит Но с моей позиции Конечно Я не вижу ничего стеснительного Это эксперимент Это нужно То есть легко И это нужно Ну как я говорила в начале Минимально требовать От художника Ну нужно ли Вот как в старину Сидеть неподвижно Значит Восемь лет Когда художник подходит Там начинает Так руку повыше Так вот в такой вот позе И вот человек вот сидит Восемь часов подряд Ну это зависит от того Какой художник Как работает Для меня Все-таки Я понимаю Что это сложно Сидеть тяжело Держать позу Не двигаться И я скорее Начинаю Оперировать Зрительной памятью Вот Я просто Новый роман Харуки Мураками Как раз Там главный герой Художник Портретист И он говорит Я рисую Ну по памяти Говорю Хорошо Окей Вы будете сидеть Восемь часов Нет пожалуйста Рисуйте по памяти Говорит сразу Клиент А сможете Сфотографируйте потом Вот кстати Иногда я использую Фотографии Но в начале Было очень сложно Вот сейчас Мне легче Когда фотография Начинает забивать То впечатление Которое Хочется донести И начинаешь Уже зависеть От фотографии Нежели от замысла Вот Сейчас я Чувствую больше Какой хочется Замысел И меньше уже Оперирую на фотографию У нас было Мы оперировали Кстати словом Интимный И вот я хотел сказать А вот Есть ли Например Обнаженная натура То есть вот Есть ли такие Вот ну Желаю Я уже Можешь написать его Не упрост Я стесняюсь сказать Напрямую Я просто Нет ну вообще Вот Насколько сложно Писать обнаженную натуру Насколько Ну Мне например Тяжело рисовать Я имею ввиду Чисто технически Рисовать обнаженную натуру Потому что Это должно быть Эстетически красиво Это должно быть интересно Вот И плюс У меня получается Если на уровне Рисунка То легче А на уровне Живописи Гораздо сложнее Передать оттенки кожи На большом формате Это такая сложная задача Чем больше формат Тем сложнее Задача становится Вот Если мы возьмем Историю Климта Да У которого была Манекенщица Модель Заодно любовниц Адель Блокбауэр Как мы знаем Да Жена достаточно Богатого человека Которая прознала Бэксвязи Вместо того Чтобы устроить истерику Выгнуть ее из дома В чем мать родила Он что сделал Он заказал Климту Ее портрет Да И достаточно придирчиво Это все оценивал У него была единственная цель Что он будет писать ее так долго Что она ему просто надоест Прекрасная идея Он просто любовь пройдет Потому что достала она его И так и произошло Он писал ее портрет Очень много И в итоге Конечно Он ее разлюбил Потому что Ну сколько же можно терпеть Да Все время чем-то недоволен Вот Бывают ли у тебя Такие моменты Когда работа Может быть там не дается Или он слишком долго делает Даже тот же портрет И потом Он тебя уже просто На него смотреть не можешь Ей богу уже думаешь Вот поставлю его здесь В архив Если нет вопроса Что это заказ И какие-то деньги То я с удовольствием Откладываю работу Потому что Иной раз бывает Какой-то Происходит затык И нужно время Чтобы потом Как бы С новым восприятием Увидеть И может быть Я сходу увижу В чем проблема И сходу Все это переправлю Или нет Это может быть год Это может быть полгода Это может быть месяц Да И все И нормально И работа идет дальше А если нет А может и не быть А может быть Я через 10 лет Увижу эту работу Скажу Это же прелесть Здесь только парочка Мазочков И все Это вот конфетка А что с грантами у нас Можно взять И претендовать на грант Конечно можно Но другое дело Можно 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 Не получишь Ну я никогда Не претендовала На гранты Мне Во-первых Мне сложно Все вот эти Вот бумажные вопросы Я от них Я не люблю Тратить нервы Я знаю Что это занимает нервы И Мне гораздо интереснее Скажем так Ну не самостоятельно Пробиваться Но чувствовать поддержку Реально людей Когда Я организовала выставку Я вижу отклик Когда Я вижу Не то что Вот мне там Кто-то дал денег И я такая Теперь молодец А в том плане Что я эти деньги Получила Из живого интереса Этому Деньги Которые Принесли С вами работы Не изменяя себе Да Ну что у нас Мы полная минутка У нас заканчивается эфир Наверное Еще раз скажем Что на улице Веситес Семь Семь В здании Ретому банка Проходит выставка Веры Бондарь Можно прийти Посмотреть до 28 июня Сегодня в гостях У нас была Сама художница С 9 до 6 Но Тут вот как Вера говорит Есть кафешка Так что можно Пройти в обеденный перерыв Заодно там И поесть И духовные И насытиться И низменные В гостях у нас была Вера Бондарь Олег Пек Евгений Шафранко Помогал нам звукорежиссер Евгений Копеин Хорошего дня Спасибо До свидания С утра На Волткоме Девра представляет Впервые в Латвии Гала-концерт звезд Театра Ла Скала 28 июня Концертный зал Дзинтери В сопровождении Губернаторского Симфонического Оркестра Санкт-Петербурга Публики посчастливятся Услышать Замечательных Исполнителей Массимилиана Пизапи Марина Начкеби Франческо Вултаджио Прозвучат Сольные партии Дуэты И популярные Итальянские песни 28 июня Концертный зал Дзинтери Гала-концерт Звезд театра Ла Скала Брусчатка С брусчаткой Как с людьми Надавишь И покажет Свою истинную натуру Поэтому выбирай брусчатку Обрати внимание На ее несущую способность Если нужно То сейчас Не упусти момент Для покупок Только до 16 июня В магазинах Строительных материалов Курши Брусчатка 60 мм Сейчас всего 7,99 за квадратный метр А влагостойкая 80-мм плита ОСБ Всего 18 евро И 2 цента Курши Настоящие стройматериалы Дорогая Ой, привет Не узнала Богатой будешь Помнишь, я рассказывала О проблемах со зрением Мелкий текст не могла прочитать Так вот Воспользовалась твоим советом И посетила оптику Филман И как? Вижу прекрасно Теперь вижу все В формате ХД Ха-ха-ха-ха-ха Тест зрения Бесплатно Оправы для очков Линзы для очков Проверка зрения Солнцезащитные очки Комплект очки и солнцезащитные очки 55 евро Предложение имеет ограничения Больше информации в салонах оптики Очки Филман Ты хочешь много-много роз Поставить вазу? Сходи на базу Не вопрос Сходи на базу Целуй их Нюхай их Смотри Возьми их разом Сходи на базу, Моншери Сходи на базу Придешь и удивишься ты В большом количестве цветы Пусть будет больше красоты Сходи на базу Много классных свежих цветов По дружественным ценам В магазине Ригас Зеды Адрес Таллинос 83 Телефон 2-4-4-4-4-24-24 Как сделать праздник особенным? Мне нужно быстро и просто приготовить Изысканно и очень вкусно На закуску возьму салатики с морепродуктами На гриле приготовлю каре молочного ягненка Там всегда большой выбор мяса и рыбы в маринадах Легкий яблочно-смородиновый тортик И закажу с доставкой на дом Рынок деликателем